Всем привет! Вы на канале Вовчик Плей, с вами Владимир и Ольга. В пятницу 4 марта на глобальном тестовом сервере вышло очередное обновление. Как обычно, напоминаю, что все изменения относятся только к тестовому серверу и в каком виде будут установлены на официальные сервера неизвестно. Выполняя обещания, данные еще на Хидельском приеме летом прошлого года, ПА разработали рейтинговую арену ПВП. Называется она Арена Соларе. Вот что пишут разработчики в своем обращении к игрокам. При разработке арены Соларе мы в основном сосредоточились на двух вещах. Во-первых, простота использования. Вы ожидаете бой, играя в обычном режиме, и если требования выполнены, можете сразу зайти на арену и вернуться на исходное место сразу после боя. Во-вторых, доступность ПВП. Мы пытаемся снизить входной барьер, чтобы больше игроков могли заинтересоваться ПВП и насладиться им на арене Соларе. Таким образом, будет введено ограничение на некоторые характеристики персонажей, чтобы максимально сохранить баланс между экипировкой и личными навыками. Мы понимаем, что некоторые из наших игроков могут быть разочарованы тем, что не смогут в полной мере использовать снаряжение своего персонажа, но считаем, что более важно снизить входной барьер, чтобы дать большему количеству игроков возможность насладиться контентом. Кроме того, на арене Соларе будут удалены все бафы, которые не связаны с навыками персонажа, такими как еда и зелье, однако удаленные положительные эффекты вернутся, когда вы покинете арену Соларе. На арене Соларе будет система рейтинга под названием «Путь к Вознесению». Название может быть изменено, которое подберет вам игроков соответствующим статусом, уровень личного мастерства и т.д. в максимально возможной степени. Путь к Вознесению в настоящее время разделен на 7 уровней, но мы рассматриваем дальнейшие изменения, прежде чем выпустить арену Соларе на официальной сервере. Мы еще раз хотим поблагодарить наших игроков за их терпение в отношении этого PvP-контента. Мы надеемся, что игроки, которые интересуются PvP или еще не пробовали его, получат удовольствие от PvP с выходом арены Соларе. Как мы и обещали на предыдущем кальфионском приеме, арена Соларе сначала будет выпущена как глобальное событие, а затем обновлена одновременно на всех наших официальных серверах. Но перед этим мы сначала проведем его как мероприятие на тестовом сервере Black Desert, поэтому надеемся, что вы примете участие. И еще одно. Мы готовим несколько наград для арены Соларе, основанных на честь и славе, так что надеемся, что вы будете с нетерпением ждать их. Ну и теперь несколько слов непосредственно о самой арене. Вход на арену Соларе открыт для обычных персонажей 60-го уровня и выше. В меню настройка, Escape, война, клавиша F7, нажав кнопку Найти войну, вы начнете подбор команды. Когда бой начнется, в правом верхнем углу экрана создается окно ожидания. А когда время ожидания завершено, вы автоматически выходите на поле боя. Общее время игры за раунд составляет 3 минуты. И перед началом каждого раунда применяется определенное время ожидания. На арене Соларе к следующим характеристикам персонажа применяются вот такие ограничения. Сила атаки 536, снижение урона 420, меткость 814 и уклонение 868. Соответствующие характеристики применяются на основе окончательных характеристик, применяемых в пользовательском интерфейсе «Моя статистика» в окне снаряжения. Кроме того, нет отдельных ограничений на скорость снижения урона и меткость уклонения. Все остальные дополнительные положительные эффекты не применяются. Вы можете использовать только положительные эффекты от скиллов. При выходе на поле боя все значения ХП, МП, ДП, ФП, включая гнев черного духа, а также время перезарядки и ресурсы умений сбрасываются. Эффекты от химки обедов и другие повышающие характеристики персонажа бафы аннулируются и будут возобновлены после выхода с арены. Арена Соларе будет проходить по системе лучший из трех раундов. И требования к победе в каждом раунде вы видите на картинке. Первое место, когда все игроки противоположной команды убиты. Второе место, когда в вашей команде больше игроков, чем в команде противника. И третье место, когда ХП союзника выше, чем у команды противника. Если все три параметра одинаковы, раунд будет оценен как ничья. И если все раунды закончатся в ничью, очки пути к вознесению ранговые не изменятся. Если вы вылетите из игры перед началом боя, повторный вход возможен при повторном подключении в течение примерно двух минут. Если кто-то из игроков вылетел, время ожидания раунда будет добавлено. Если будет решено, что игрок самовольно покинул поле боя во время матча, будут применены штрафы к очкам пути к вознесению и следующему матчу для этого игрока. Но в случае победы, очки покинувшего бой игрока будут разделены между оставшимися участниками команды. Если один из участников команды покинул поле боя, матч может быть аннулирован в течение дополнительного времени ожидания данного раунда. В этом случае отдельного штрафа нет. Но если вы останетесь, игра начнется без ушедших членов команды. В дополнение к этому, если вы не играете в течение определенного периода времени после достижения определенного уровня, очки будут периодически списываться в соответствии с каждым уровнем. Путь к вознесению начинается с 1200 очков и меняется в зависимости от увеличения или уменьшения счета в случае победы или поражения. Для игроков, желающих принять участие в тестировании арены, открыта временная регистрация на тестовый сервер. Ссылка будет в описании под видео. График проведения боев на арене на ваших экранах. Изменен способ призыва Валенсийской дискотеки. Как и в случае с Кальфионской, вы можете призвать ее как старым способом, так и новым. Новым способом вызывается через диалог и пользовательский интерфейс с выцветшим древним артефактом в указанном месте. Количество призывов устанавливает лидер группы. Все остальные члены группы регистрируют то же количество диска. И лидер группы, и члены группы получают награды за добычу. Монстры, которых можно вызвать через NPC, выцветшим древний артефакт, имеют 5 уровней сложности. Рекомендуемая атака для каждого уровня сейчас на экране. Независимо от количества членов группы, сложность и награды босса меняются в зависимости от количества призывов, зарегистрированных игроком. Кроме того, когда вы вызываете босса реорганизованным способом, очень небольшой шанс того, что монстры, привлеченные древними реликвиями, с особой добычей появятся вместе. Дополнительные награды можно получить, победив этого монстра. Улучшены боевые задания гильдии. Лимит остался прежний, 10 гильдийных квестов, а награды за выполнение каждого задания были скорректированы. Теперь они одинаковые для каждого квеста и зависят только от размера гильдии. На картинке вы видите эти награды. Для огромной гильдии награда составляет 120 миллионов, для большой 70 миллионов, для средней гильдии 45 миллионов и для маленькой гильдии 30 миллионов. Были добавлены новые гильдийные квесты в новых локациях, такие, например, как Пепельный лес, Склеп забытых мыслей, Храм Гайферансии, Нижний и Верхний этажи и другие. А также были удалены не пользующиеся спросами квесты Кальфиона. Это относится только к миссиям покорения, а не к миссии покорения боссов. Задания гильдий по покорению боссов, которых вы могли получить свитки призыва боссов, не изменились. А также количество морских монстров, которых надо убить в гильдийных квестах, также не изменилось. Разработчики выполнили обещание и альпака, ездовой питомец для Шай, возвращается в игру в более привлекательном виде. Добавлено задание «Подружись с альпакой». Это задание можно выполнить классом Шай 50 уровня и выше, и вы также можете проверить его во вкладке «Рекомендуемое задание». Как и у Ослика Шай, альпаку можно прокачать до 15 уровня. Какое максимальное количество скиллов будет у альпаки, не пишут. Но по мере роста альпака может получить следующие навыки. Этих навыков 7. Итак, первый навык альпаки. Альпака злится и плюется. Второй навык. Альпака злится и грубо поднимает передние лапы. Альпака прыгает высоко на коротких ногах. Это третий навык, который может получить альпака при прокачке. Альпака делает вид, что ходит на месте, а также вертится на месте. Еще два скилла, доступные для получения у альпаки. Следующий навык состоит из двух анимаций. Альпака притворяется спящей. Нужно позвать альпаку, чтобы она снова пробудилась. И последний навык. Альпака движется на высокой скорости с полной мощностью. В магазин-лагере добавлены светляк-атаницы и маленький светляк-атаницы. Их можно приобрести за 200 серебра, соответственно, и за 100 серебра. В квесты с озвучкой добавлена функция клавиш, позволяющая автоматически воспроизводить следующую голосовую линию, когда последняя закончена, не нажимая клавишу R. В случае выполнения заданий с озвучкой, нажмите клавишу TAB, чтобы автоматически воспроизвести следующую строку. Когда жилье рабочего продается или перепрофилируется, повторяющаяся работа рабочего заменяется на инициализированную. Что это значит, ребят, я не поняла. Ну, разберемся, когда поставят. Теперь, если вы пытаетесь приобрести тот же предмет с оговоркой покупки на аукционе, появится сообщение о том, что покупка уже совершена. При попытке продать этот же предмет с оговоркой на продажу, на аукционе выводится сообщение о том, что продажа уже состоялась. Когда дом, в котором работал рабочий, продается или изменяется, печатается сообщение о том, что дом, в котором работал рабочий, был продан или изменен. А на этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте прожать колокольчик, чтобы не упустить новые видео и прямые трансляции на нашем канале. Всем огромное спасибо за внимание. Всем пока!